На переправах местных рек уже начинают появляться промоины. Это когда вода поднимается на поверхность льда. Именно поэтому специалистам приходится снижать грузоподъемность на них до 20 тонн. Если такая теплая погода в регионе продержится еще неделю, им и вовсе придется их закрывать. Ну а вот свой сезон эти любители рыбалки, похоже, закрывать не собираются. Супругов нищеред, заядлыми рыбаками не назовешь. Ловли Татьяна и Владимир занялись всего 4 года назад. Но их и сотрудники МЧС знают в лицо, и коллеги по льду тоже. Почти каждое утро они стараются проводить на водоеме. О своем увлечении говорят хобби и обычно не уходят домой без улова. Мы далеко не ходим. Мы вот дня 4 были на Юганке, там устье. На устье Капаса. Ага, да, да. Так там идут и туда, и на ту сторону перешли. А я смотрю, он идет, а мне аж страшно. И деда, конечно, не пущу. На вопрос, взял ли с собой средства для собственного же спасения, спасательный жилет, веревки, рыбак отвечает отрицательно. Но, говорит, знает, как себя вести на льду. Смотришь, лед толстый, не толстый. Есть забереги, нет. Если есть забереги, ничего туда лезть. Но все равно лезут, бывает. Обычная рыбалка может закончиться трагедией, как это случилось прошлогодней весной. Мужчина 68 лет провалился в ледяную воду реки Балык. Его вытащили. Врачи реанимировали больше получаса. Но спасти его тогда не удалось. Сейчас толщина льда на реках составляет чуть больше метра. И он не так опасен, говорят специалисты. Но стоит помнить, что лед, как и вода, ошибок не прощает. Давайте инициируем ситуацию. Например, человек провалился. Нужно зацепиться за край льда, налечь на него полностью грудью и ползти. Вот примерно вот так. После того, как выбрался, естественно, быстрее в теплое место. Желательно вызвать скорую помощь. Чтобы ни в коем случае алкоголь нельзя пить, если получил переохлаждение. Лучше горячий чай. По прогнозам, настоящая весна придет в этом году в Югру в середине апреля. Это будет резкое потепление по всем фронтам, уверяют метеорологи. Тогда и начнется активное таяние снега и льда. А рыбакам все же стоит подучить правила безопасности на льду, чтобы не стать его заложниками.